Субтитры сделал DimaTorzok Поддерживает мое начинание по оставлению Кагановича, несмотря на то, что люди его уже снимали, но это в принципе логично, учитывая то, что у нас Full House образовывается из авторитарных социалистов и скорее всего со многими из них мы сможем объединиться, а может быть даже и со всеми, если повезет. И таким образом из экшона у нас гипотетически может остаться только противостояние с вот этими вот двумя шоколадными зайцами. Но тем не менее сбрасывать со счетов Арийское Братство пока не стоит, шансы у них на успех небольшие все-таки имеются. 12-18 Дивок и 12-20 у Жукова. Жуков прошляпил возможность присоединить Коми мирно, посему потерял множество девочек и статус абсолютного фаворита. Ну а Арийское Братство, оно поначалу левало, но сейчас немножко стабилизировалось, статус-кво установило и может вполне контратаковать. Будем за этим наблюдать потихонечку, а по фокусам, так, по фокусам давай смотреть, как обычно мы делаем, тут дилеммы будут. Много дилемм по итогам их, скорее всего, мы и сможем Кагановича оставить или же привести Хрущева. Я так подозреваю, что фокусы Кагановича, они правые, фокусы Хрущева, они левые. В этих дилеммах... Ну да, такие есть. Все логично и максимально понятно. Большой фокус есть, большое описание. И закончим на весне советского народа. Выполнение фокусов. Два события будет, одно пустое, одно не пустое. И затем будут битвы с южноуральцами. Следующие фокусы посмотрим попозже. К тому же Фиг его знает, может быть, мы закончим именно серию на войне с вот этими малышами. А сейчас начинаем великий народный триумф. Но Жуков надавил под Пермхаймом, захватил какой-то городок. А, кстати, интересная вещь, я посмотрел. Оказывается, у господ немцев по 814 дивок, а у Южной Африки 44100. Неудивительно, что они тут давят и кошмарят просто немцев. Бедный охотник, я ему не завидую. Да и Хютик тоже не очень завидная у него судьба. О, взяли Пермхайм, но попали в котел у Жуковцы. Еще казачки засланные из Пермхайма сражались, пробились к своим. Ничего себе. Да, сражаются ожесточенно. Даже Пермхайм отбили. А мы берем в дилемме отвагу героев социализма. Почему? Потому что Каганович будет награждать не простых людишек, а политиков, бюрократов и всех остальных. Для увеличения, собственно, популярности. Хрущев у нас будет более народным. Если все-таки мы решим подснять его в качестве бонуса. После того, как пройдем Кагановича. День воссоединения. Во всех уголках нашей страны стали слышаться песни и звуки труп. А наши люди маршируют по улицам встречающих их городов. Ведь люди встречают не только своих освободителей, они встречают еще и эпоху процветания всей России. Все они кричат одну вещь. Слава России, слава Кагановичу и ее освободителю. Но единый запсиб всего лишь наш первый шаг на пути к объединению всей России. И мы верим, что под руководством великого, кормчего нас, несомненно, ждет успех. Сегодня Каганович произнес свою речь перед огромной толпой в Тюмени. И многие слышали обращение лидера через громкоговорители по всей Восточной Сибири. Лидер говорил об освобождении Западной Сибири и объединении запсиба. «Наш народ одержал величайшую победу», — сказал генсеклик у Штаупи. «И сейчас народный авангард заполучил полный контроль над Западной Сибирью под чутким руководством партии, лидером которой и является он. Теперь для нас открыт путь к освобождению всей страны. Народное правительство уже здесь. Служу Западно-Сибирскому Союзу». Перемхаем обезопасили. Рийские войны. Но тем не менее Казань потеряли. Южно-Африканский Союз загасил Хюттига. Ну все. Остался несчастный охотник. Будем надеяться, что хоть он сможет сбежать. Да, фокус «Помогите охотнику» сейчас как никогда актуален. У нас фокус в тени гигантов. Лазарь смотрел в замерзшее окно, он смотрел на горизонт. Подождите минутку. Мы, по-моему, уже это видели. Да. Да, 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 да. Мы видели этот ивент. Почему, а главное, зачем он повторился, непонятно. Может быть, это какой-то глюк. Давай, Жуков, мочи их. Хотя, конечно, было бы интересно, и если бы рийцы смогли бы закомбечить. Усю. Война за Южную Африку окончательно закончилась. Тем временем Южно-Африканский Союз победил всех. И теперь тут американские ставленники сидят. И у них даже есть фокусы. Прикольно. Вот это действительно эпично. Ладно, вернемся к рийцам. А еще конец Южно-Африканской войны можно почитать. Потому что такого исхода у нас еще не было. Самый противоречивый и затяжной конфликт со времен Второй мировой Южно-Африканской войны сейчас, казалось бы, подошла к концу с полным крахом немецких режимов в Африке. Это крах, который можно описать только как полный хаос. Тысячи немецких солдат массово сдаются в плен силам ОСН. Местные дивизии ОСС открыто восстают против американской администрации, а несколько высокопоставленных немецких генералов попали в плен. Что будет дальше с бывшими немецкими землями остается неясным, поскольку окончательная послевоенная политика в этих землях все еще не была обнародована. В то время, как командиры ОСН и политические деятели празднуют самое значительное решительное поражение нации в истории, организация свободных наций в настоящее время оккупирует обширную нестабильную территорию. При этом разрозненные сообщения уже свидетельствуют о том, что местные немецкие администрации все еще сохраняют где-то там власть. Но так или иначе, мир да любовь провозглашены. Еще одна попытка выйти к Пермхайму. Предпринята Жуковым, тут без боев каких-то серьезных. Третий и последний вздох. Подожди, опять это повторение. Это снова повторение, это снова надо Рокоссовским суд. Why and in general why? Почему сломались ивенты, я не понимаю. Они снова повторяются. Не, ну дальше будут нормально все идти. Только вот эти вот два предыдущих почему-то повторились. Все, Пермхайм пал. Жуков его захватил, скорее всего, уже навсегда. Да, даже напополам разделили силы арийцев. Итак, новый курс. Ну, как обычно, дилемма мы с вами не читаем. Да и плюс тут скорее доклад, да. Итак, смягчать курс мы, конечно, не будем. Какому-то мешку картошки дел революции не остановить. Будем горнуть свою жесткую линию. Уже и котлы добивает Жуков. Жуков к Самаре подходит. Пермь подчищает. Да, Самарапала. Что дальше? Дальше Ставрополь на Волге. А нет, уже нет. Так что это конец. Победил Жуков и стал последним полуфиналистом битвы за Россию. Вместе с Василевским, вместе с Ягодой, ну и, конечно же, с нами. Да, и одновременно отъехал князь Мэнзиана. Западно-русский революционный фронт объединяет Западно-Россию. По всему миру люди и правительства удивлены тому, что впервые со времен Западно-русской войны появилась абсолютно точная инфа о том, что происходит на территориях бывшего Советского Союза. Западно-русский революционный фронт, который считался всеми раздавленным немецким сапогом еще в 50-е, смог удержать свое влияние над Западом и уничтожить своих соперников под взором Жукова. Известный и уважаемый реформист Жуков уже начал усилять свою власть над Западом, улучшая фортификации на границе с Московией и восстанавливая инфраструктуру, а Красная Армия уже готовится пересечь Уральские горы. Несмотря на то, что рейх только начинает устанавливаться после своей гражданки, русские готовятся к началу новой. Возможно, скоро мы увидим возрождение Советского Союза. Да, 100% увидим, только вопрос в каком виде, да? Потому что все коммунисты победили. Да, чуть не забыл уже, что у Жукова маленькая баталия за Онегу, чтобы она стала Онегой. Локальный такой мем нашего канала. Ничего себе, Жуков давит. У него получается. Скорбь художника, товарищ, мне очень жаль, но боюсь, что вы не сможете провести демонстрацию своих работ в этой галерее. Но почему, закричал Гога Игнатьев. Его лицо побагровело от гнева. Моя работа пользуется популярностью у рабочих нашей страны. Почему вы имя всего святого? Святого при коммунизме? Серьезно? Я не могу представить их в этой галерее. Чиновник слегка вздрогнул от этого поднявшегося крика, но не показал виду, даже когда монтажники уже собирали сцену перед галереей. Картины художника, некогда висевшие в городской галерее, были прислонены к стене у входной двери, завернутые вплотно. Товарищ Игнатьев, я уверен, что вы, как давний странник партии в курсе новой политической линии, представленной секретарем Кагановичем, «Конечно же! Так почему мои картины подлежат изъятию?» Потому что, товарищ, они изображают непродуктивный образ жизни пролетария. На ваших картинах я вижу, что они бездельничают, смотрят кино, выгуливают собак, посещают гастрономы, занимаются спортом и так далее. Хотя изображать подобное иногда прекрасно, опасность состоит в том, что вы предоставляете рабочему в нашей стране лишь обманутые ожидания, будто вся жизнь – это беззаботная игра, а не труд, особенно, когда враг стоит на пороге нашего дома. С каждым словом Чинушеву Игнатьева все больше отрисала челюсть, и в разум, казалось, был не способен объять то величие происходящих событий. Когда повисла тишина, он спросил, «Так что же мне рисовать?» Не наша работа указывать, что вам рисовать товарищ, но нужно придерживаться определенных рамок для безопасности пролетариата. И все же, я уверен, что вы найдете новую стезию для своего творчества. Цензура иногда относится к искусству так же, как линчевание к правосудию. Иногда это необходимо. Так же эпично, как Жуков загасил Онегу и сделал ее Онегой. Может быть, он и Финляндию сможет загасить. Да, с Финляндией он уже воюет, уже на финских землях гуляет. Будет круто, если сможет. Бот еще никогда у меня такого не вытворял. Только мы, когда за Табарицкого гоняли, за Гумилева, во имя пролетариата вы должны освободить Мурманск-Кандалакшу. И даже Печенго. Пропаганда в каждом слове. Генсек Каганович поднялся по лестнице на второй этаж типографии революционной литературы крупнейшего пропагандистского цеха Запсиба в сопровождении небольшой свиты паратийных лакеев и руководителей завода. Перед ним простиралось большое, просто громадное скопление печатных станков, что штамповали одни и те же фотографии снова и снова. К концу дня они будут рассосланы по всей Сибири и за ее пределы, товарищам по борьбе, за делу революции и пролетариату по всей России. Это типография. Она требует минимального обслуживания со стороны человека и очень экономно в плане расхода чернил. Сказал управляющий, слегка улыбаясь, в то же время, когда Каганович взирался глазами по цеху. «Это хорошо», — отозвался Каганович, прохаживаясь вперед и меж машин. «Сколько листовок вы производите за день?» «Где-то от 500 до 1000 в зависимости от погодных условий и иных факторов производства». Директор вышел вперед и, вытащив из-под станка агитационный плакат, протянул его Кагановичу. «Я готов признать, что это очень даже неплохо». На плакате был изображен Каганович, улыбающийся перед кучкой пионеров, на лице которого разгладились все морщины, а черты стали намного мягче и привлекательней. Все действовало подписано, как «Товарищ Каганович прислушивается к юным пионерам». «Я должен сказать», — произнес Каганович, «Мне это очень нравится, если бы только мы могли увеличить тираж». «Да, и Каганович такой молодой тут». «Хе-хе-хе-хе». «Блин, Жукова начинают и продавливать тоже финны». «И Жуков продавливает, и финны Жукова продавливают». «Народный национализм» — Трофим работал в отделе пропаганды и агитации с момента его основания и всегда верил в абсолютную необходимость онова для государства, его деятельности и распространения идеи социализма среди народа до недавнего времени. Сверху было получено известие о смене курса, инициатором которого стал сам Каганович. Для борьбы с растущей клеветой и обвинениями со стороны врагов государства риторика должна была быть смещена с идеологических позиций на поддержку самого государства. Национализм добился своего. С этого момента Трофим бил тревогу. Он знал, что Народная Республика должна, просто обязана выстоять, и это требовало компромисса, который иначе не был бы принят. Но всему был предел, и заочный инструктаж к проведению новой пропагандистской кампании, который появился на его столе, обеспокоил его. Подавляющая часть содержания кампании была сосредоточена исключительно на повестке национализма, в противоположность социалистическому элементу, вкупе с тем потенциалом, что первое все больше растворялось во втором. Все это вызывало у Трофима омирозение, насколько нынешняя партийная линия была близка к принципам ныне, к счастью, побежденной Черной Лиге. Хуже того, Трофим совершенно точно знал, что ни с кем не посмеет поделиться этими мыслями. Председатель принял решение, и никак иначе. Действовать или говорить в разрез государственной методички равносильно появлению сомнения в состоятельности госмашины. И впредь кампания поединству будет лишь ужесточаться в своих методах. Нет, он будет выполнять свою работу как обычно, но с тихой надеждой, что со временем верный курс и социалистические настроения возобладают. Тревожная тенденция. Ммм, тотальное наступление запустили. Войска, видимо, Жукова. Неплохо продавливают. И посыпались, посыпались финны походу. Полномасштабное наступление у Жукова начинается. Если финны не выстоят его, то... Жуков получит всё. Не совсем понимаю, но он кажется придурок. Ну извините, только такое мнение я могу высказать по поводу войны Жукова с финнами. Он мог, вполне мог, дойти до Хельсинки и захватить, и в конечном итоге по перемирию получить всё, что можно. Но ограничился самым бомжовским соглашением о передаче Онеги. Репрессии какие-то. Людские рейсы минус один будут. Степан шёл по улице, понимая, что это последняя прогулка в его жизни. По крайней мере, как свободного человека. В его шагах была мрачная решимость. Если это и должна была быть его последняя прогулка, почему он так боится? Чувствуя, как волосы на его шее прям-таки трепещут. Это было похоже на попадание в доменную печь. Не то чтобы он хорошо разбирался в этой сфере деятельности. Сравнение оказалось уместным, потому что горящие глаза НКВД впивались в его кожу. Пара агентов двигалась прямо к нему. Степан уже сто раз разограл в уме эту сцену. Один из мужчин кричал «Стой!» Он бы принял свою судьбу с достоинством и изяществом. Это будет медленный поворот на кабулках с улыбкой на его лице. Вот как он хотел встретить свою судьбу. За исключением того, что когда мужчина сказал «Стоп», Степан не сделал этого. Фактически, его темп обратился в бегство. Его ноги двигались всё быстрее и быстрее. «Стоп!» – крикнул агент ещё раз. Степан уронил чашку чая и утреннюю газету. В полёте у него упала и шляпа. Он почувствовал, как слёзы залили его щёки. В конце концов, молодые агенты повалили мужчину средних лет на пол. «Клянусь, я был всего лишь бургаутером. Я просто спрятал бумаги», – умолял их Степан, теперь уже рыдая. Сотрудники НКВД не ответили ему. Степан не переставал просить и просить, заставляя одного из них заговорить. «У нас есть ваши подписи на нескольких документах, составленных собственноручно Рокоссовским. Вы не были простым винтиком, вы сыграли важную роль в антисоветском режиме. А сейчас заткнитесь, вы выглядите жалко». Степан почувствовал, как ему поплохело. Он, конечно, знал это. Он знал, что они его найдут. Но он осознал, насколько он был маленьким человеком, когда дела пошли на убыль. Степан знал, что охранники его не освободят. Поэтому вместо этого помолился Богу. Молитвы имели примерно такой же эффект. Итак, наконец-то, весна советского народа подкачана. Красный шторм на нас влиять идея не будет. По фокусам продолжим пятилеточку. Посмотрим, какие фокусы вообще в этом древе имеются. Так, ну ясно. Промку поднимать. Фабрики строить, заводы строить, всякое такое. Ну и сельхоз поднимать тоже. Ресы тоже задействовать эффективно максимально. Плюс еще какие-то академические новшества. В будущее реформы закончены. Не было еще периода в советской истории, когда производственная мощность нашей страны была столь велика. Сейчас вся раздробленная Россия дрожит от страха перед нашим величием. Мы освободили лишь житницу России. Но пришло время принести революцию по территории всего бывшего союза. Чтобы принести процветание под чутким руководством реформ Кагановича. Мы успешно развили реформы на территории всей народной республики. Чьи земли до этого находились под руководством слабых реакционных цирков. Сейчас же они оказались в руках народа страны единого и сильного. С теми, кто выступал против диктатуры пролетариата, справились по мере надобности. Население Риана трудится ради воссоединения. И сейчас города, бывшие когда-то ничтожными точками на карте, стали промышленными центрами. Где сталь превращается в орудие труда народа. С нашей новой крепкой промышленной базой в Запсибе Путь к воссоединению России ясен. Сначала мелкий, разделенный Урал. А затем Запта России, где спротивление революции будет сильнее, чем когда-либо. Вперед, товарищи! За Рудину! За Кагановича! Ура! И, а, можно уже оказывать влияние на Южный Урал сразу же. Так, ну, гонка за Урал. Это все ясно, это мы читали. Пустой какой-то ивент еще случился. Но у меня есть такое подозрение, если честно, что... С этими господами мы мирно не сможем никак договориться. Поэтому лучше начнем военную интервенцию. Вероятно, последнюю военную интервенцию. Потому что Жоков, он стопудняк должен будет напасть на этих чуваков. Эй, вы чего? Мы ж друзья! Зачем ты кучу людей поставил на границу? Итак, продолжаем пятилетку. Сначала это был скелет из металла и дерева. Тонкие балки да хрупкие опоры под странными углами, что привлекали заинтересованные взгляды горожан. Дети играли на стропилах и бросали друг другу вызов, кто перепрыгнет через все щели на третьем этаже. Однако, вскоре началась сборка конструкций шаг за шагом. В один момент пришли рабочие. Мужчины и несколько женщин, одетые в простые чистые комбезы. И, заняв свои места, они готовились к первому рабочему дню. В Западно-Сибирской народной республике усилия по индустриализации приносят победу за победой. У людей есть работа, в магазах есть товары. Развиваются производственные силы. Бесплодная сибирская пустошь, некогда состоявшая из нескольких кустарных производств и ферм, сейчас пылает огнями производства. Усилиями народа, партии и, конечно, товарища Кагановича, революция идет вперед. И все же, плановики и архитекторы снуют по государственным кабинетам. Механические звери рвутся в воздух, рабочие рвут и пачкают свои новые комбинезоны. Это только начало. Никто не может противостоять силе прогресса. Смазка колес индустрии. Братья Кагановичи сидели друг напротив друга, изучая документы экономического планирования. Это было тщательно и плотно, но они оба знали, что будут здесь, пока работа не будет сделана. Дела шли относительно хорошо с точки зрения развития проектов в области здравоохранения и инфраструктуры. Но, опять же, они остановились на том вопросе, который, казалось, разделял их по всем остальным. Централизованное планирование. Единственный способ индустриализировать регион, товарищ, сказал Лазарец спокойным голосом. С научной точки зрения, это единственный способ вернуть регион с края пропасти. Михаил в своей типичной манере пытался мягко опровергнуть мнение своего брата. Это правда, председатель. В сибирском плане было много недостатков. Самая большая из которых заключалась в отсутствии более централизированного планирования. Но я считаю, что необходимо включить некоторые аспекты, чтобы сделать эту ситуацию более эффективной. На мгновение Михаил ожидал, что брат гневно ответит, начнет оскорблять Бухарина и отругает его за нежелание бросить вызов экономической катастрофе. Вместо этого он кивнул головой. Некоторые децентрализованные и локализованные проекты были бы полезны. Я чувствую, что это зависит от ситуации. Его брат был немного шокирован. В прошлом он бы отрицал это на основе идеологии. Они продолжили обсуждение, обсуждая общие положения, которые будут выработаны на следующем заседании политбюро. Возможно, у компромисса есть будущее. Итак, началось. Напали на Уральскую лигу. Еще у меня тут танковые бригады обучились наконец-то. Какие-никакие танковые дивки у нас в ходу могут оказаться. Пробуем вот так продавить, а там уже будет видно. И запно-русский революционный фронт тоже выпадает. Таким образом, гонка за влияние провалилась с треском. Но, в принципе, не важно, кому все вот это достанется по итогу. Нам главное сейчас мирно объединиться, попытаться с самим Жуковым. Если сможем это сделать, то все будет чики-пуки-бумбошка. Но гуляем мы неплохо. Главное столицу захапать. Стараться нам. Немцы... Ну, немцы это другое. Немцы тут и Украину загасили, и Московию, и уже Кавказ. У нас своя проблема. Нам надо Белорецк захватывать, пытаться. Корину пробились. Надо столицу хапнуть у них. Думаю, достанется эта точка нам. По поводу магнитки надо вот так пойти погулять. Еще немножко податакую. Ой, молодцы! Белорецк обезопасили от Жукова. Главное Белорецк захватить нам с вами. Сейчас попытаться. Давай красным телефоном позвоним. Попробуем хапнуть максимально эффектно. И к Урину подходим потихонечку. Охрана у врага не очень серьезная тут. Так что, думаю, все будет в порядке. Так, ну по Урину вроде не очень-то долго нам идти осталось. Ай! Сразу. Но все-таки мы хапнули его себе. Это отлично. И он достается нам. Да. Зашибок. Таким образом, Белорецк захватываем. И после этого все будет на мази у нас. Тут вот главное врагам помешать. Творить мутные мутки. Отлично! Белорецк наш. И таким образом гонку за Урал мы безговорочно выиграли. А Жуков остался ни с чем. Ну и по делам ему, неудачнику такому. Это ему карма за то, что везло ему в войне с Финкой. И он фига тень вообще попросил. Когда мог попросить вообще все. Дальневосточная Советская Республика приглашает нас членствовать в социнтерне. Из членов там сейчас Василевский и Егода. А Жуков решил ограничиться статусом наблюдателя. Ну я думаю, что примем. В принципе, why not? Поможет укреплению наших дальнейших связей. Прикольно. Предложили пакт о взаимном неопадении. Между всех членов социнтерна. Только, вероятно, это только предложение пока. В жизнь его еще... Да, его еще пока не воплощают. А, да, я забыл. Забыл, забыл просто про то, что... Можно голосовать за, против. Или воздержаться. Давай голосуем за. Чтобы можно было мирно объединиться. Каганович за мир во всем мире голосует. Революция жива. Мы получили радиопередачу из Иркутска от социалистического режима. Известного как Дальневосточная Советская Республика. Которой руководит бывший глава НКВД Егода. Хотя они могут похвастаться той же политической структурой и даже министрами, что и старое советское правительство. Неудивительно, что НКВД играет большую роль в Дальнем Восточном обществе. Егода заявляет, что это временная мера для сохранения социализма. И что она слабит хватку НКВД в обществе, когда ситуация стабилизируется. Однако вопрос о том, стоит ли поддерживать полицейское государство, связанное со старой советской властью, остается открытым. Советский Союз возвращается. И у нас открытые дипломатические отношения. Накачали все фокусы из промышленно-исследовательской ветви. Остались военные и дипломатические. Давай посмотрим. Ивентов вообще было очень мало. Вот два глючных и еще несколько сюжетных. Поэтому я думаю, что сегодня докачаем уже оставшиеся фокусы и объединимся с Жуковым. Надеюсь, объединимся. Большое описание. Тут будет тоже несколько винтиков. Штучки четыре, наверное. И будет еще дилемма дипломатическая. Но мы кулачком помашем. Каганович у нас такой воинственный мужик. Так что почему нет? В отношении фосчистской гадины точно воинственный. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ну и последний фокус, кстати, нам не очень-то нужен. Мы и так в социнтерне состоим. Американцы хотели как лучше, а получилось как всегда. Африканский кризис произошел. Появилась куча деспотизмов, демократий и даже фушизмов. А вот даже ивентики есть на этот счет. Хаос в Центральной Африканской Республике. Хаос пришел на Африканский континент, когда республика распалась на множество новых стран. В то время как точные детали причин приведших к этому вероятно останутся в строжайшей таянии в течение долгих лет, если не десятилетие эксперты сходятся во мнении, что это скорее всего говорит о недостаточной компетентности американского правительства. Но что переменных, которыми республика была вынуждена жонглировать, многократно увеличивала сложность процесса деколонизации. Президент США не стал объяснять причины неудачи на недавней пресс-конференции, но заявил, что любые свободные страны Африки, ищущие друга, могут найти его в США. «Мы не питаем зла ни к одной из африканских стран», — цитировали его слова. «В ту минуту, когда нас призовут, мы ответим. Мы никому не откажем в просьбах только из-за собственных ошибок». Будут ли они слушать? Очень вряд ли. «Уроки прошлого» — это наш ивент тоже. Маршал Конев в полной темноте военного архива смотрел на выцветшие планы сражений. Его сопровождала одна свеча. Его руки следили, к сожалению, за неадекватной тактикой командиров, погибших 20 лет назад. Визуализации сражений возникали снова и снова в его голове, всегда приводя к одному и тому же выводу — провал. Оглядываясь в прошлое, было легко определить ошибки его товарищей, а также его самого. «Есть дивизия!» «Перенаправьтесь сюда резервы!» «Удерживайте эту точку!» Вентальные войны превратились в песочные часы. В конце концов, песок закончился, и Конев остался с победой. Что могло быть? Он покачал головой. Бесполезно было зацикливаться на альтернативных возможностях, когда его ждала настоящая война. Русские предатели и немецкие форшисты не дадут ему узнать свои действия до того, как они их сделают. Веки Конева отяжелели. Было очень поздно, и стало трудно сосредоточиться на пятнистых чернилах и неоднозначном почерке. Он в последний раз взглянул на древние тактики. Однажды они потерпели неудачу, но больше никогда. На этот раз они должны добиться успеха. Он потянулся к свече и сжал ее указательным большим пальцами, сополонив комнату густой тьмой. Что могут сказать нам могилы? Комедия в четырех актах. Гигантский ивент. Из-за кучи прямой речи, наподобие тролика Сейпад. Получается так, что нужно будет его двигать, чтобы дочитать до конца. Так чего же начальнику от нас надо? Хочет, чтобы мы немного подурачились с несколькими моделями танкостроения, просто чтобы посмотреть кто на что гораст. На что? На взрывы? Эм, Павел? Да, Вова. Разве на танке не должен стоять пулемет? В довоенных проектах такого не предусматривалось. Ну, а что если на башню полезет фашист? Ложись и думай о Россиюшке. Полчаса спустя. Влад? А потом опять будет Вова. Что-то я подозреваю, что тут тоже был Вова. Хех, но да ладно. Что, Павел? Разве гусеницы должны так выглядеть? Просто заткнись и помоги мне их снять. Спустя сколько-то часов. Должен сказать, Вова выглядит он действительно неплохо. Ага. Толстые пластины, ёлки. Это немного напоминает мне танки военного периода, по крайней мере с точки зрения концепции. Так и есть товарищ. А это пушка. И ёлки-палки было бы забавно послать снаряд прямо в одного из этих фашистских ублюдков. Согласен. И ты говорил, что эти модели нужно отправить на фронт. Они крепкие, но я не уверен, уцелеют ли они в зоне боевых действий с их скромной мобильностью. Ну, это проблема генералитета. Да-да. Как насчёт что-нибудь выпить? Конечно, Паш. Опять алкаши. Не опять, а снова. Хотя мне вон в комментах писали, что у нашего соседа ещё веселее с этим ситуация. Хм, обстоит. Особые подарочки. Павел Новиков чистил свою старую и поношенную мусинку. В тот момент, когда командир отделения попросил его встретиться. Хотя само по себе это не было чем-то необычным, Павлу стало неловко, когда он попросил оставить винтовку там, где она лежала, сказав, с ней разберёмся позже. Обычно Павел не был склонен к панике, но когда его привели в бараке, где беззаботно спали его товарищи, безоружные и вальяжно разваленные по креслам, а в таком же неведении как и он, это заставило его занервничать. Командующий встал посреди помещения с большой сумкой в руках, оценивающий глядя на солдат. Товарищи, начал командир отделения, его голос казался глубоким и гортанным, отчего Павлу по привычке захотелось встать по стойке смирно. Всю свою службу стражи революции воорудовали тем же оружием, что и те, кто был до вас. До сей поры оно приносило пользу, но по мере того, как продолжается шествие социалистического прогресса, должен развиваться и прогресс материальный. Затем он кинул сумку в центр круга людей. Я тут показался десяток другой оружейных стволов. Это ваш награда за защиту дела революции, наслаждайтесь. Павел взглянул на своих товарищей по отделению и нервозность постепенно сменилась любопытством. Новиков наклонился и вытащил новую свежую винтовку, видимо вышедшую только недавно с заводского конвейера. Павлу внезапно стало любопытно, открыто ли сегодня стрельбище. Это моя винтовка. Таких винтовок много, но это моя. Блин, господи, ты можешь ей даже имя дать как главная героиня спин-оффа к Мастерам Меча Онлайн про Гангею. С разовым автоматом. Хе-хе, господи. Дилемма по вопросу целесообразности. Но поскольку Каганович недолюбливает многих авиаторов, так еще эти засранцы отказались присутствовать на открытии памятника, если вы помните по одному из ивентов прошлой серии. Мы откажемся от их поддержки. Призрак прошлого. Призрак преследует Россию. Немецкая люфтваффа не могла искоренить его. Священный союз фуществов, реакционеров и капиталистов не мог изгнать его. Его не могут уничтожить ни люди из плоти, ни машины из стали. Призрак появился, чтобы заглянуть далеко за пределы наших искусственных границ. Он рыщет по темному континенту Европы, уклоняясь от немецких полицейских шпионов и офицеров СС. Он скользит среди азиатских рисовых полей, где местные рабочие служат рабами японских корпораций. Он ползет по Африке, вдохновляя мечты о свободном континенте. Он летает над джунглями Южной Америки и наблюдает за усиками империализма. Он прячется в залах профсоюзов и на фабриках Северной Америки, разрушая величайшую крепость капитала. Призрак преследует мир и мир поистине ужасен. Наше государство лишь клочок призрака, действующий в качестве единственного солдата в глобальной классовой войне. Однако его роль невозможно переоценить. В качестве примера для международного пролетариата настоящего рабочего социализма, оно должно обратиться к единомышленникам, противостоять реакционерам, угрожающим революции и приблизить мир к коммунизму. Пролетарии всего мира, объединяйтесь. Ну что ж, настал момент истины, 1969 год. Можно с Жуковым договариваться уже буквально через часок. Оливковая ветвь. Западно-Сибирская Народная Республика преодолела свои препятствия и покорила все другие народы на своем пути, либо путем мирного объединения, либо войны. Однако ситуация, с которой она сталкивается сейчас уникальна, потому что западно-русский революционный фронт не хочет проливать кровушку, так как у них есть правительство, которое симпатизирует нашему. Мы должны пройти долгий и трудный процесс объединения наших двух клик, я думаю, да, чтобы быть сильными, когда остальная Россия будет в пределах нашей видимости. Это ограничит нашу администрацию, но в конце концов это того стоит. Шаг вперед. А вот, смотри, появились решения. Можно предложить пакт о ненападении, укрепить наши дипломатические всякие штуки. Давай, давай, давай. Да, много взаимодействий всяких. Что нам надо? А, надо дипломатическую сприимчивость поднимать. Давай какие-нибудь совместные учения боевые попробуем провести. Западно-русский революционный фронт думает тоже, что и мы. Давай подождем три денька, чтобы наши предложения они получили. Так, дипломатическую ступку пока не надо. Давай какой-нибудь, не знаю, доступ. Нет. Давай поддержим союзников. А, тост за сотрудничество. И мы тоже будем развивать диалог, а также увеличивать свой вес. Сейчас поддержка объединения сильно увеличилась. Многие начинают одобрять идею о том, что государством стоит стремиться к объединению. Большая часть населения открыто поддерживает идею. И мы должны внимательно следить за тем, куда ведет эта ситуация. Уже 45% наша восприимчивость к объединению. Сейчас мы с интегрализмом разберемся. И предложим декларацию о дружбе. Что ж, по поощрению, я думаю, что... Ну, 20% не очень большое процентное, так сказать, соотношение. Попробуем сильно увеличить их поддержку. Ну и вес дипломатический надо наращивать. ПП дофига и больше, а пятилетний план... Видишь, я по возможности пытаюсь наращивать, но именно по возможности. Все вот эти решения уже вкачиваю на развитие всего и вся. Франка послал в задницу иберийский совет. Но все равно ПП много. Ну, это классно. Круто видеть, когда у тебя дофига ПП. Уже 50% наша взаимная восприимчивость. И таким образом дальше можно будет проводить конференцию. И затем уже окончательные переговоры. Да, вон, наши усилия не пошли прахом. Новые станки у нас появились. Пакт о ненападении. Ну, пакт о ненападении я, конечно же, пойму. Да, напряженность упала до нуля. Шикарно. Да, декорация о дружбе принята. Восприимчивость к объединению просто гигантская. А, он уже, кстати, видимо, поражал предварительную объединительную конференцию. Итак, конференция по вопросу объединения. Вероятно, вот это предварительное начинается. В случае успеха страна с более высоким дипломатическим весом заняксит другую. Ну, вот и отлично. Так, ну напряженность мы фигачить не будем. Просто главное сплотить русских. Думаю, самый банальный вариант будет самым беспроигрышным в этой ситуации, да. А, кстати, вот, мы можем уже начать окончательное объединение. Это замечательно. Через 45 деньков наконец-то эта эпопея закончится. Ну что ж, дамы и господа, денечек остался. Все. Конференция должна закончиться. У нас вес вдвое больше. После стольких лет наши дипломаты покидают конференцию со своими новыми соотечественниками и договором, объявляющим интеграцию запно-русского революционного фронта с нами. Так что вот так вот. Мы уже тесно связаны друг с другом экономикой, военной и политической сферой. И формализовали свое единство, разделив знамя и имя. Хотя работа по адаптации законов и администрации государства запно-русский революционный фронт остается, наш союз больше не может быть нарушен или прерван другими злонамеренными силами. Со злобой никому и милосердием ко всем мы перевязали еще одну рану на кровоточащем теле Рудины. Но какие-то все еще гноятся. О, Генов получим! И возможно даже Жукова! Клево! Пам-пам! Отлично! Но национализации все равно придется провести за ПП. Ну и финальный проклик мы немножечко попозже проведем. Я докачаю вот этот фокус про социал-фашизм и через 20 дней мы объявим, что вышли в финал без лишней крови. Последний денек остался на фокус. Та-дам! Судили социал-фашизм. Ну и последний качать нет смысла, потому что социнтерн у нас и так уже имеется в национальных духах. Мы туда вступили по приглашению Ягоды, а основателем данного блока является Василевский. Так что тыкаем объединение Западной России как-то вот так вот. Можно уже оказывать влияние на Казахстан, коли мы вышли в финал битвы за Россию. И может быть, может быть из-за того, что мы одной идеологии, Казахстан можно взять и зааннексить мирным путем, как мы провернули это с товарищем Жуковым. Но это мы будем уже в следующей серии решать. Следующая серия будет финальной. Ядерная программа нас будет ожидать. И еще немножечко сюжетных фокусов. А на этом я с вами прощаюсь. Да, с вами как всегда был Дмитров. Подписывайтесь на мой канал, где все делается с душой. Ставьте лайки, если вам себе понравилось. Всего доброго, увидимся в финале. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you guys! Субтитры сделал DimaTorzok